МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такие данные приводит портал EnergyProm. По данным аналитического сайта, больше всего людей не хватает в столице. На предприятиях около 3,5 тысяч вакансий. Это в два раза больше, чем годом ранее. В тройке лидеров Алматы и Атраусская область. Потребность в работниках составляет от 3 до 1,5 тысяч соответственно. Порядка 800 специалистов нет в Караганде, около 500 в Североказахстанской области. К слову, в Североказахстанской области недостаточно не только специалистов, но и заказов. Объемы производства машиностроения упали на 15%. Такая отрицательная динамика наблюдается с прошлого года. Три из 12 предприятий сектора снизили объемы более чем на треть. Уменьшил производительность завод ЗИК-100. Более чем наполовину упало производство на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения. В минувшем году было выпущено 14 установок для нефтегазовых скважин, тогда как годом ранее вдвое больше. Об этом сообщает портал Курсивки.Изет. Отмечаются все эти трудности, связанные со снижением спроса на выпускаемую продукцию. Однако руководство региона обещает решить данный вопрос. На ПЗТМ началась техническая модернизация. Ведутся переговоры с потенциальными заказчиками. До 1 июля завод должен заключить контракт на 4,6 млрд. тенге. На сегодня уже подписаны договоры на 2 млрд. В самое ближайшее время ожидается подписание контракта на поставку 300 вагонов и полувагонов. В Казахстане стартовал прием заявок на возмещение затрат по экспорту. Об этом на своем сайте сообщает Казахстанский центр индустрии и экспорта. Он продлится до 1 ноября этого года. На поддержку экспортеров предусмотрена сумма в размере 10 млрд. 400 млн. тенге. Частичной компенсации подлежат затраты на рекламу товаров за границей, на участие в зарубежных выставках, а также на транспортные расходы. Субъектам крупного предпринимательства возместят 30% потраченных денег. Среднему бизнесу – половину всей суммы. Малым предприятиям – 60% расходов. При этом максимальный размер покрытия не должен превышать 32 млн. 800 тенге, независимо от размера бизнеса. К другим темам. В Карагандинской области приступили к реализации проекта «Аул Алтынбесага». Он охватит три районных центра – поселки Атасу, Нура и село Лутау. Об этом сообщает сайт Акимата Карагандинской области. Напомню, проект стартовал по всей стране. В этом году улучшением инфраструктуры и социальной сферы займутся в 52 населенных пунктах. Об этом ранее на заседании правительства сообщил премьер-министр Женас Касымбек. До 2025 года «Аул Ельбесага» охватит 80% всех сельских жителей. Это почти 2000 поселков с населением свыше 6 млн. человек. В ближайшие три года из республиканского бюджета планируется выделить 90 млрд. тенге. Женас Касымбек поручил увеличить суммы софинансирования проекта из местного бюджета до 20%, а также провести работу с бизнесменами и меценатами. В завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов цена за доллар составила 381 тенге 8 теннов. В обменниках иностранную валюту можно приобрести приблизительно за эту же сумму. Это были все новости выпуска. Арстан, вам слово. Спасибо. Гульнара Хасан была с деловыми новостями этим утром. Редактор субтитров А.Семкин